А привезла я его, стричься в наш любимый салон. Молилась? Молилась, конечно! Снова тоже будут блоги снимать, блоги снимать. Кто-кто? И фотографии выкладывать, и сторис в инстаграм. У меня уже башка закружилась от 30 секунд. Посмотрите на мое лицо, блин, какое оно крутое. Знаете, с кем я? Привет, мои хорошие. Я сегодня вырядилась, как говорится. Очки эти уже хотела кому-то задарить. Они мне немножко, как будто, знаете, спадают с носа. Вот, мне что не нравится. Но по цвету они, блин, шикарные. Я в Заре брала, не просто так же я брала. Надела сережечки Love сегодня. Помада у меня, видите, у меня хайлайтер тоже розовенький. Чуть-чуть подкрасила реснички. Да, у меня костюмчик мой любимый. Я, оказывается, откопала целый пакет своих старых шлепок, которые вообще кайфучие, блин. Потом вам покажу. Потом покажу. Или сейчас показать. Сейчас покажу. Вот они. Классные такие. А вот это, кстати, мне подружка привозила. Я не помню, откуда. Откуда там. Мне так нравятся вот эти там пулечки. Они такие нежные. Цветы. И мой гель-лак, который держится уже... Ой, я не помню, когда сделала. Но держится и на ручках, и на ножках. Все замечательно. И да, какие планы у меня сегодня. Сейчас малыша оставила маме. Мы уже полностью выздоровели, и уже половину еды ему ввожу, потому что ребенок хочет постоянно есть. Ему эта диета вообще... Ну вот просто нон-стоп. То есть нет пяти минут, чтобы он не просил что-то есть. Мне кажется, это... Хотя Лена говорит, это нормально. Но мне кажется, это ненормально. Он должен делать передышки. И мне кажется, еще момент, что это входит в привычку, знаете. Только поел и побежал опять что-то брать. Это входит в привычку, поэтому надо от этого отучать. Хотя я для этого специально утром иду гулять, чтобы он уже хоть немножечко, знаете, ну... Отвлекся от еды. Вот. Жарко. Набирает вес, да. Поэтому он так ест. Но все равно, мне кажется, это не нон-стоп должно быть. Должны быть перерывы. Сейчас я еду, отправляю посылку своей постоянной клиентке, которая уже... И она каждый раз все берет, все больше и больше. Сначала она там взяла, ну, не помню там, на какую сумму там. Потом еще в два раза больше, теперь еще в три раза больше. И она уже бронирует какие-то вещи в магазине, боясь, что их раскупят. Ну, правильно делает. Короче, она с каждой зарплатой, мне кажется, что-то себе у меня в магазине покупает. Мне так приятно, у меня таких несколько человек. Но вот одна из Кемерово, привет ей передаю, она прям вообще супер-мега постоянная. Больше всех товара у меня брала. Ну, у нее размер S, она такая худенькая, как я. И ей все нравится, что у меня в магазине практически. Вот она берет, да, мои любимые вещи, которые мне тоже очень сильно нравятся. Ну, мне все нравится у себя в магазине. Я же не беру то, что мне не нравится. У меня принцип моего магазина. Там должно продаваться то, что мне нравится. Вот, блин, не могу продавать то, что не нравится. Я знаю, что есть какие-то вещи ходовые, но не могу вот переосилить себя, что продавать то, что я сама, ну, как бы не кайф одевать или еще что-то, да. То есть у меня в магазине сейчас все, что мне нравится. Я могу любую, вообще все, весь магазин могу положить к себе в гардероб и носить его. Вот, бывает что-то даже жалко продавать Но продаю, потому что знаю, что просто по факту носить это не буду Либо расцветка, либо... То есть есть вещи, которые мне очень нравятся Я бы их с удовольствием носила Но по факту я не ношу такие вещи По факту я ношу что-то другое То есть я такое могу, но главное, что оно мне нравится Вообще я заметила, что много вещей я покупаю даже Потому что они мне очень нравятся И потом они висят-висят И я понимаю, что мне просто нужно определить свой стиль И уже не брать то, что я наверняка не буду носить Я, кстати, недавно проходила имидж по одежде И я только первый ролик посмотрела Потому что это по 2-3 часа эти уроки У меня совершенно нет столько времени Но там еще они 2 месяца, можно их смотреть Короче, они у меня висят Надо найти время и посмотреть И там как раз таки с первого урока Я уже поняла, какой у меня стиль Да, что мне нужны свободные комфортные вещи Которые не мнутся, не пачкаются Короче, и в принципе мне все равно, как я особо выгляжу Очень редко, когда я вот так наряжаюсь Но опять же, мне главное, чтобы комфортно Вот этот костюм, он вообще, он не мнется Вот я его и оставила себе И розовый цвет мой любимый Шлепки, которые тоже не натирают Ну то есть, понятно, да Теперь я хоть немного, но отталкиваюсь от своего стиля И беру такие вещи И хоть мне что-то нравится, но себе в гардероб не беру Беру зато в магазин И я этим очень удовлетворяюсь Что какие-то вещи я могу брать к себе в магазин Как бы мне некуда такое носить Да, там и повода нету И вообще как бы, да Но зато девочки, которые, допустим, любят такие вещи То они носят И я радуюсь Что все не зря Вот Ногцы у меня розовые Да, я сегодня леди пинг Сейчас я иду, вот отправляю ей посылку Потом я иду к врачу Взять направление на анализы Пацана безумно хочу уже отдать скорее в сад У меня будет больше времени И он будет развиваться как следует Ну и, соответственно, посмотрела видео свое недавно О этих планах, блин, на 18 Что-то я и половины не сделала того, что планировала Поэтому я выписала все И надо хоть что-то успеть сделать К концу 2018 года Потому что, ну как бы, мы уже к концу близимся Да И потом хотела поехать в один торговый центр Лена где-то гуляет моя Может быть, ее прихвачу Но если успею Я должна успеть сейчас все до двух часов сделать Если успею, то супер Ну или хотя бы до половины третьего В общем, беру вас с собой Хотела бы сегодня пофоткаться Может, Ленок мне пофоткать Я когда очень голодная Я всегда прихожу в эту столовку Возле моей работы Возле магазина примерно И все время беру эти тевтели В общем Для меня не было пюрешки Единственное, взяла гречку Фокус сопротивляется Ладно, пойдем Побегу Ура! Мы взяли направление, кстати 21 числа у нас будут Анализы То есть пойдем делать анализы Потом они пока приготовятся Я уже сегодня забегала в садик И сказала, что вы про нас помните Мы все уже делаем А то вдруг бы место наше заняли Знаете? Хорошие мои Знаете Хорошие мои А знаете с кем я? Поехали Вот она А вы видели? Она опять звёздочка Офигела Офигела Я уже чувствую себя Каким-то чмырюм Ч Kultur очень хорошо мы отдыхаем на солнечном бассейне я естественно желаете пожрать мою любимую руколу с креветками и мохито клубничный я уже сто лет его не пила всем привет мы с малым пришли на площадочку вон он там с мячом гоняет здесь кстати много детишек вот так утром здесь футбол не играют и много детишек утром и все разуты и мы тоже развались вообще я не снимала долго вот несколько дней при вообще камеру не брала и не снимала потому что я решила думаю блин надо снимать влоги по событиям каким-то чтобы что-то было интересно что снимать просто свой каждый день у меня как день сурка вечная деловая вечно я что-то делаю надо в общем просто сказать что у меня все хорошо магазин функционируют новиночки приходят радует меня магазин еще я поняла что я не могу от него просто так отказаться у меня уже были мысли но ночью тоже отнимает время мое были у меня мысли что может быть продать его или там нанять человека который будет всем этим заниматься и я понимаю что не могу не могу это мое такое детище я реально вот так люблю как будто я его ращу понимаете все что ребенка своего отдать ну понятно что не те ощущения в процентном соотношении но что-то вот мое да и я тяну тяну вот это вот все как бы да и когда конечно идет отдача я очень сильно радуюсь у меня же появились такие постоянные клиенты которые скупают пол магазина сразу это очень приятно значит им все нравится еще с денька и денька так направление вот у нас на днях мы пойдем уже анализы сдавать я надеюсь что все будет хорошо потому что я уже я уже просто намылилась за границу больше скажу я уже забронировала гостиницу но по какие моменты еще вставляются которые что я могу поехать совсем не только до планировал то есть я планировала либо испании либо италья да мне тут предложение поступило поехать еще может быть в какие-то места и вот сейчас решается вопрос и я не против в принципе поехать в одном из этих мест может быть будут планы вообще жить на пмж до в будущем поэтому надо там побывать посмотреть что там за жизнь и как вообще вот в другом месте тоже там ну как бы там знакомые живут и в общем то ладно потом скажу вам ну в общем я намылилась за границу вот сейчас мы гуляем утром с малышом потом я поеду на запись песни сегодня песни записывали что не можешь да выкрутиться а вот попробуй дэнь кидай мне мячик дэнь дэнь давай с мамой футбик принеси кисю футбик поиграем басандыга мой басандыга крошки мои всем привет день день здорово скажи привет девчонки мне кажется он чувствует куда я его привезла привезла я его стрижься в наш любимый салон я до этого на самом деле стригла его один раз сама и поняла нет не один раз я до этого много раз стригла но после стрижки наши в салоне любимом его подстригла сама машинкой думаю по-быстрому нифига салоне 5 минут я его мучила 15 до у него будет истерика я не буду это ничего сейчас снимать я полностью уделю ему сейчас внимание просто чтобы вы видели до и после только до и после сфотографирую а все это время буду короче нацелена потому что он очень не любит стрижься причем он не любит просто ощущение что кто-то что-то делает с его волосами что-то режется какие-то звуки когда волосы на него падают он там переживает типа он показывает руку типа посмотри чё на мне короче бедный ребенок мы готовимся к стрессу мне кажется что он сейчас будет переживать мы посмотрим потом включусь ну что мы готовы смотрите какой красивый как в этот раз все прошло у нас лена свидетель называется бедный ребенок ничего мастер сказала чтобы просто почаще прихотели он привыкнет потом причем сказали что у нас ребенок не самый сложный есть такие дети которые кусаются голове вообще не дают подойти брыкаются щипаются представляете а он просто плачет как бы ну так вот не просто по мне он не просто плачет он рыдает да рыдает нервничает вот так трусится но он подпускает к своей голове и потом он быстро успокаивается в принципе зато красиво какой-то ай красавчик ай красавчик сейчас все как увидят обалдит мы к садику то готовимся красивая бы все поехали что-нибудь придумаем что-то хочется поделать поесть заехали в макдональдс сленок взяли всякой еды ой всякой но я взяла чизбургер лена гамбургер взяли картошку фри сырный соус и кола все собожремся люблю блин захотелось голодная все юнитику крошки мои пришла домой кстати заметили посмотрите на мое лицо блин какое оно крутое я сделала себе сегодня пилинг миндальные вообще не знала о таком не слышала не знаю делая когда-то или нет может быть лет шесть-семь назад но я даже не оценила насколько пилинг может круто повлиять на кожу я не знаю если вы видите не видите я в зеркало на себя смотрю я прям вообще от первой процедуры казалось бы пилинг да но он кислотный такой пилинг и вот этот миндальный он расскажу немножко он легкий он работает с верхними слоями кожи мне сделали такой легкий но я почувствовал там кое-какие краснения были потом все давно делать там сначала очищают потом наносят этот пилинг потом нейтрализацию потом успокаивающие какое-то наносит средства и потом мне крем нанесли защитой от солнца крем кстати хочу этот купить себе американский в студии где я делаю в ростове-на-дону студия велес она в центре находится они вообще самые лучшие подбирают средства то есть они не работают с обычаем они очень тщательно подходят вообще и персонал там профессиональный и именно продукция которой они работают очень высококачественная поэтому я им доверяю полностью и сегодня мы созвонились с девочкой вот студии велес которая она говорит приходи-ка к нам на а я говорю хочу сделать что-нибудь с лицом не там чистку или что нибудь нагридовать тебе сделаем миндальный пилинг это как думаю пилинг пилинг чё там и оказывается профан вообще в этом пилинг я думала что это знаете как я раньше думала что крупные частички это скраб крупного помола что-то это скраб да а мелкого помола это пилинг и все как бы да но я думала мне там по скрабирует пилинг души и дома делаю да как бы может быть ничего особенного но она так рекомендовала говорит что это вот сейчас там типа траляля там надо как но я доверяю и пошла думаю схожу сделаю пришла я просто в шоке было честно говоря во первых сама процедура очень приятная такая да плюс косметолог который мне делает но я уже знаю девочку очень классно и тут я выхожу а сначала я такая ну раз что-то дотрагиваюсь до лица и чувствую что она нежная кожа моего ребенка я охренела вообще такая нежная подхожу к зеркалу я прям смотрю выровнялся тон лица и не знаю видно не видно она вот сияет у меня прям кожа ну никакие масла мне не наносили вот я говорю мне очень нравится игры слушает пилинга такой эффект так это оказывается что если делать курсом вот например мне там да сначала идут делают ну работают пилингом с верхними слоями эпидермиса да как бы верхний слой потом убирается остается более такое более корченовая кожа да потом начинает работать с более глубокими слоями эпидермиса найти себе правильно все это дело говорю да и там уже ну более глубоко происходит то есть потом уже наверное третий какой-то уровень но там уже блин заметно и убираются морщинки то есть конечно кожа подтягивается она обновленная становится она говорит что раньше вот клеопатра да они вообще вот как делали в те еще времена не обжигали кожу оказывается они обжигали кожу так оставляли глаза закрывали все и ходили вот что одни глаза были оказывается что они потом кожа слазила после ожога и кожа была молодая обновленная типа клеопатра делала такое себе и потому она была такая красивая молода я же говорю вот это вот шучу я клеопатра только современная да то есть я тоже слушая ну это это очень круто я не знала я теперь пока не буду делать вообще никакие процедуры другие я хочу сделать этот пилинг вот еще пока лето ну к концу лета я еще один сделаю такой же тоже ну вот его можно делать круглый год летом и зимой этот миндально самый щадящий считается вот а потом уже более глубокий у меня кстати хорошо кожа реагирует и все и потом уже более глубокая очистка дальше пойдем это уже вот осень солнце спадет немного потому что когда лето солнце эти пилинги не рекомендуется вообще не делают что не должны солнечные лучи попадать такие сейчас солнце очень ярко вот такие дела помыла голову в салоне сегодня искала долго ну какой-нибудь из дешевых салонов зашла в один вообще просто солдеп я говорю вы можете мне помыть голову причем я там раньше делала милирование себе я говорю вас есть мастер свободный который может помыть мне голову и посушить она тогда меня смотрит как будто как это я говорю ну не надо укладывать мне надо это ничего делать мне просто надо помыть голову посушить если у вас услуга смотрит на меня нет я вышла думали о спаде ну вообще как эти ну там 100 взрослые женщины такие еще то есть там не молодежь там вот саудеп конкретный это у нас на сельмаше там есть прохожу дальше милашка по моему какой-то салон ну тоже такой маленький там девочка молодая дала вас помоем помыла гол за 400 рублей себе прихожу домой но хорошо кстати мне так нравится как она волосики вытянула мне прям такие классные подросли кстати они у меня не кажется мне кажется я вот так как-то но я уже спрашивала кстати в инстаграме надо посмотреть как считает большинство людей подросли мне волосы или нет вот прихожу домой а мама мне говорит а воду то горячую дали я думаю твою мать деньги выкинула помыла бы голову сама но если б я знала до 69 процентов говорит что у меня действительно отросли волосы очень круто и не могла это не заснять мне пацан помогает выкинуть мусор мы вдвоем несем дали молодец помощник мой так все закидываем мусор сейчас давай мам закинет приехали на театральную площадь там наш люблю театральную площадь она очень красивая такая модная у нас всякие ресторанчики макдональдс вот тут у нас всякие ресторанчики макдональдс колесо обозрения огромное это вы уже наверное видели из других влог короче я просто иду сейчас и понимаю что мне не хватает личного оператора мне неудобно одной рукой вести коляску другой рукой снимать постоянно какие-то сложности а вот если бы был оператор который все время выходил за мной или операторша снимала все а потом еще все это сама монтировала лучше меня то было бы круто так где мои ребятишки без глаз здорово что на лошадок хочешь деньгой пойдешь все пойдем всем привет всем привет от камеры вам не скрыться не я шучу если надо я замажу всех ну чё ты идешь да заметила сразу молодец красавчик достал насть тебе нравится сейчас пойдем куда-то обнимать все обнимашки мать силовашки ты еще не понял да что что ты не доволен деньг у меня однажды катался на одной карусельке только там впереди паровозик и то не отсидел все а сейчас кстати брат игрушку выиграл кису запустил все брони а сейчас мы идем вдвоем с ним кататься на самолетике вертолете у нас оказывается такая толпа ты куда пошел зай ты не будешь на вот этих вертолетиков кататься я прям уверена ты как взлетишь только наверх от мамы на полметра и сразу обратно захочет а ты так на таких каталась понравилось тебе день день ты хочешь на вертолетики дэй или ты просто сюда хочешь там с мамой не пустят там самому надо будет нравится а мы чуть-чуть катаемся да три минутки катаемся денька первый раз села на такую карусельку я короче еду задом мне как-то не очень комфортно ребят посадила передом как-то надо мне развернуться как это три минутки блин у меня уже башка закружилась 30 секунд не люблю вот эти вот по кругу еще и задом сижу вообще не так дайте я развернусь ребятки вот так что у детям вот это карусели какие-то по кругу блин куда мне смотри не трогай зайку надо куда-то смотреть то чтоб моя голова не кружила а я вот не стала вот кататься на вот этой штуке наши ребята вон пошли что-то она совсем быстро по кругу крутится ну нахрен блевану еще ну давайте уже блин но слушай это такая популярная каруселька да сколько народу вся на той мы одни были а деньги очень понравилась эта подушка он с ней не расстается прям вот так вот гуляют детки опа одна шлепнулась не плачет шлепнулась сейчас опять подожди правильно хороший пример друг другу надо показывать упал не плачу мы первый раз на лошадке и рядом с нами Настюля наша как тебе нравится? а тебе это не нравится? ну вроде радуется вы Yang squeak не думаете? что лицо gatла? Классные коняшки, все вытащились на постоянку. Сейчас Виталик со своей женой, Натали, решил прокатить ее впервые на камикадзе. Сейчас мы у них спросим, что чувствую. Подождите, ну подождите же, я же хочу все впечатления запечатлить. Все впечатления запечатли? Вы, говорят, первый раз на камикадзе? Да. Не ссыте ли вы? Вес, а тебе не жалко жену вообще? Да и вот. Короче, что ты думаешь, там будет? Полный! Я буду кричать, наверное, очень громко. Ну, я не знаю, чтобы простить, если буду материться сильно. Там все будет закрыто. Мне будет интересно, что ты будешь испытывать, тогда оттуда выйдешь. Так что мы ждем, с Богом, как говорится. Больше ты туда не пойдешь. Пойдешь, мать, пойдешь. Туда вот встанете? Мужу поперек нельзя. Вот этот карусель камикадзе. Не хочешь, чтобы я снимал внутри? Тихо-тихо, ты куда полез? Я на ней каталась очень давно. Что ты сейчас? Бля, он прячется. А, ты типа упал? Он расстроился, он сейчас и играет роль. Что ему очень плохо все. Короче, я уже на такое мое время вышла. Я на ней больше кататься не буду. Я поняла, что ты ей самое коронное место подготовил. Ага. Слушай, что выпусти мне? Я выпусти мне. Если я у меня пойди, выживайся. Вся у нее волосы гибом встали. Издеваешься над женой? Пускай это адреналин выплеск эмоций. Помашите! Ага. Ну пока не страшно, да? Да, вообще не страшно. По моему, она гречит уже. Или нет? Ага. Все это такое хитрень. Вот она, Кпикуля! Блин, жалко у меня не прибавляется. Охренеть, там вверх ногами висит. Так, карусель останавливается, но я смотрю по Наташиному лицу, она, по-моему, там молилась. Все нормально? Она там вот и все. Коже, коже спасибо. Сейчас мы у них спросим, что же чувствуют. Это все было слышно, как там все так потеряются? Не, были слышны только крики. Бля, у меня забились руки аж. Ну ты-то понятно кайфовал, а ты... Так весело. Еще пойдешь? Нет. Я просто, знаешь, все такое перемешиваю. Сверху наеду что-то положено. У меня щеки аж болят. Я просто легкая. Наржался, да? Я сверху болела. Понимаете? Знаешь, я не наваливаюсь всем делать. Это было страшно. Ты там не молилась? А? Не молилась? Молилась, конечно. Лицо было такое, что ты... Я не переживаю. Ты рад? Счастлив? Да, весело. Выплеснули чуть-чуть. Он с меня ржал, наверное, больше, походу. Ну и что? Куда дальше? Куда дальше? Куда-нибудь пойдем теперь кладем по-простому. Обалдеть! Мандраж сотри, 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 и заканчивай. У меня даже глаз чуть подправливает. На камере не видно. Вообще плохо, что видно. Тебе понравилось? Ты еще поедешь? Телки говорят, я больше никогда сюда не сяжу. Боже! Матом так орал. Я говорю, это все? Это все? А она все крутится и крутится. Она все крутится. Загораешь? Ложишься? День, ты ложишься? Аккуратно, зайка. Замри. Укладываемся. Давай я за фото. Да ладно, что ты? Деня! Вы решили фото сделать? С головами. Это не голова, это тела. Деня, ложись. Надо фото вот такое какое-нибудь делать. Я проголодалась, ни хрена не жрала. В общем, всех подбила на то, чтобы пошли. Это заразно. Он сказал, что тоже будут блоги снимать, блоги снимать. Кто-кто? И фотографии выкладывать, и сторис в инстаграм. Это заразно. Да, конечно, он такой купил телефон, сейчас грех не фотографировать. Сейчас грех не сделать, да, сторис в инстаграм какой-нибудь. Купил себе фото, короче, последний, который два месяца. Там такие нереальные фотки просто. Я хочу такой. А он еще красивенький, блин, такой. А он не такой? Виз, а покажи телефон. Нет, у меня не такой. Виз! Виталь! Виталя! Покажи телефон. Я уже рекламирую этот твой телефон. Я захотела себе такой. Виталий, не свой нормальный телефон. Он еще красивенький. А покажи только без чехла его, Виз. Виталя идёт. Дай сюда. Нет, говори. Смотри. Он такой тоненький, классный. Смотрите, какая. Он переливается. Видно вам, нет? И тут такие охренительные фотки. Ну, открой фотку. Лёгенькие, кстати, плоские. Он говорит, что по функциям он как сам последний iPhone, да, Вит? Так мне сказать. Так сказали ему. Да, реклама Huawei бесплатная, ёптель-моптель. Не, ну просто если кто-то ищет, телефон это такая фигня, что знаю, но хорошую. Вот это это, жену сходка. Где видно все эти, без ретуши, без ничего. Тут уже столько фотографий, что я не знаю. Надо быстрее шёл. Да позже. Не, надо вот так сделать. Холодно на улице, блин, уже. А мы с тобой сходим. Ну да, да, да. Вот, хороший был. Ну здесь не будет особо видно, но я потом выложу, да. Очень чёткая фотка. Очень чёткая фотка. Но это ещё не самая чёткая, которая есть. Ну тебе нравится? Ты доволен? 64 гига памяти. Ну какая модель, короче, ты не помнишь, да, Вес? Хуавей? 20-я какая-то. 20-я какая-то. 20-я какая-то. У меня Хуавей Nova 2. У тебя 20, да? У тебя 20, да? Да ну чё то там. Тника. Так, чё, фоткаемся? Оленько красиво. Почему она там не видит? Камера не передаёт. Надо стоф shaped. Маш Cartola. Вот она Стэлла, моя любимая. Площадь огромная наша. И там ещё здание какое-то. Интересное. Административное? да, какое-то? Heute. зашли в сицилию вот чем она нравится что здесь есть на любой вкус и да и европейская и японская итальянская для детей отдельное меню игровая во всех есть короче я заказала себе уже ребята там он тоже тут одной пиццей можно обожраться нам всех я хочу роллы они мне раздразнили мой не выходи зайка иди сюда иди вот здесь играть до 10 мягенькие полики спит для деда принесли мой любимый фрапучино попробую здесь и в другой бутылочки принесли в прошлый раз его прям у вас с удовольствием аж даже прям обычно я оставляю если не допиваю и надо уходить а там я прям сидела и пыталась допить волшебник я взяла шоколадную печенью так что за пиццу ты заказал сицилия сицилия а у вас что за коктейли а у нас бернарды бернарды я щас буду пробовать роллы сделать двое разных ролл и мне очень понравились роллы манхеттер обычно в общем и мы поели а теперь виталик нас всех привел сюда на вечерний фонтан колесо обозрения и хочет нас здесь всех сфоткать над собой новый хуавей он уже строится стелла банк тоже светит и Продолжение следует...